Это зало где-то с моего дома было 3 километра, когда в начале ноября у нас наступает уже настоящая холода, когда там человек сначала, ну ребят где-то 20 бывало, потом уже через неделю уже там 15-10, уже там в декабре, когда минус 55 градусов я ходил обычно один или там с другом, там двоем, на минус 50, представляете, это такой мороз, это просто. В эти дни тысяча поклонников бокса следят за чемпионатом мира, который идет в столице Сербии, Белграде. Мастера кожаной перчатки из 105 стран оспаривают медали, которые впервые отлиты из чистого золота, серебра и бронзы. Из золота, добытого из недр самого крупного региона Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, известной как полюс холода, награды изготовили лучшие ювелиры Якутии. Республика Саха-Якутия, где я родом, это уникальное место, там зимой минус 50, минус 60 градусов, а летом бывает плюс 30-40 градусов. И все богатства, все алмазы, все бриллианты, таблицы Менделеева находятся у нас в Якутии. Первые граммы золота на Крайнем Севере добыли в 1924 году. В 70-х и 80-х годах прошлого столетия золотодобывающая промышленность Якутии пополняла казну государства более чем на 35 тонн золота в год. Сегодня Республика Саха-Якутия входит в тройку лидеров по добыче этого драгоценного металла в России. Не только лютыми морозами и богатствами недр славится этот суровый край, но и своими мастерами кожаной перчатки. Да, на данный момент моя работа – это бокс. Бокс я люблю попахать в зале, поработать от души, чтобы выходить полностью отдача силы. Первый официальный чемпионат Якутии по боксу был проведен 65 лет тому назад, в далеком 1956 году. Основоположником спорта джентльменов в Республике является Арсен Петров, воспитавший немало кудесников ринга. Первую медаль чемпионата мира из якутских боксеров в 1978 году завоевал Александр Михайлов. Тогда Всемирный форум бокса, как и нынешний, прошел в Белграде. Одержав две победы и уступив в полуфинале, Александр Михайлов завоевал бронзовую награду весовой категории до 51 килограмма. Спустя 23 года его успех в Белфасте повторил Георгий Балакшин, впоследствии ставший трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Бокс вообще в целом в моей жизни занимает, наверное, большую часть моей жизни. Это тот вид спорта, который сделал, прежде всего, наверное, из меня человека. В Якутии бокс любят и ценят, в нем хорошо разбираются. В свое время, перед боем известного на весь мир филиппинца Мэнни Пакияо с британцем Рикки Хаттоном, якутские боксеры сняли ролик в его поддержку. И Пекман их не подвел, нокаутировав своего соперника уже во втором раунде. Звание чемпиона мира по боксу – это почетно и престижно. Немаловажную роль в завоевании этого высокого звания играет вера в себя, в свои силы. Это подтверждают и всемирно известные звезды ринга. Чемпион мира может побить любого человека. В России, в Америке, любого в Китае, любого в Японии, в Европе. Чемпион всего мира. Огромные достижения. Мухаммед Али выходил на крайние свои поединки. Один из журналистов сказал, «Эй, Али, ты же стар, и кроме веры у тебя больше ничего нету». Он сказал, «Эх, ты глупец. Мне ничего больше не нужно. У меня есть все для того, чтобы победить. Это вера». Через несколько дней медалями из чистого золота, добытого на полюсе холода, наградят 13 лучших боксеров планеты. Для любого спортсмена медаль чемпионата мира дорога, воистину бесценна. Но в этот раз она будет вдвойне ценней, ведь награда отлитая с чистого золота, добытого в недрах вечной мерзлоты, древней якутской земли и обладающей помимо исторической и спортивной, еще и ювелирной ценностью, ведь она сделана именитыми мастерами-профессионалами, искусными ювелирами Якутии. По-настоящему золото – это золото, серебро – это серебро, а бронза – это бронза. Без фальши, без негки покрытые конкретно настоящие, как древности.